Приветствую вас и развитие как личности, в данном случае это то, чего вам не хватает, предполагает наличие четких целей, ориентиров в жизни, понимание своих желаний и потребностей, а также понимание своих способностей, склонностей и возможностей. Все это нужно для того, чтобы как можно более полно оптимизировать свою деятельность по достижению цели, которую вы сами себе будете ставить, и в результате достижения этих целей будет повышена ваша самооценка, ваша уверенность в себе, значимость, способности будут выявлены, а благодаря успехам вы получите тот самый вес в обществе, которого вам сейчас не хватает. Если говорить о том, что вы всегда придете на помощь, когда вас спросят, то здесь напрашивается мысль, подозрение, что вас используют, и вы позволяете себя использовать. То есть действуйте в чужих интересах, но в ущерб своим. Вот это нужно прекращать. В первую очередь защищаются ваши интересы, в первую очередь обеспечиваетесь вы полностью и лишь потом другие люди. Если вы не защищая своих интересов, защищаете интересы других людей, то получается, что вы подаете от них в зависимость. Эта самая зависимость и воспринимается другими людьми как слабость, что и влечет за собой такое поведение по отношению к вам, которое вы описали. Чтобы этого не было, в первую очередь нужно заботиться о себе, защищать себя, защищать свои интересы, достигать своих целей. И лишь когда появляются излишки, когда появляется возможность что-то сделать для других, без ущерба себе, вот это ключевой момент. Вот тогда это нужно делать, чтобы люди понимали, что вы делаете это не потому, что вы хотите добиться расположения их, а потому что вы просто хотите помочь. Вы можете помочь и вы помогаете. Только при таком подходе можно рассчитывать, что на вас станут обращать внимание, относиться будут серьезно, к словам будут прислушиваться и возникнет уважение к вам, понимание. И люди будут считаться с вашим мнением, с вашими словами и с вами в целом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен вам. Пока желаю всего доброго.